Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Дима Дмитренко рассказал подписчикам, что в их отношении к соли Рапунцеля очередной кризис. У нас в отношениях есть недоверие, в основном с соленной стороны. Например, когда я готовлю кушать омлет или кофе, она просит, чтобы я попробовал блюдо первым. Боится, что я могу туда что-то подсыпать. Меня это совсем не устраивает. Я вычитал в интернете курсы по психологии и сейчас провожу с ней тренинги. Сабрина Ангелова, которую хотели отправить Коле Должанскому на Сейшелы, ушла с проекта. По слухам, причиной ухода стало то, что Андрей Чуев, неизвестно по какой причине, стащил с нее нижнее белье. Опозоренная девушка пыталась выброситься с балкона, но ее успели остановить и выставили за ворота. Сабрина пишет, меня не выгнали, а отпустили на свободу. Нельзя оставаться там, где твоей жизни, чести и достоинству угрожают. После эфиров буду принимать решение о судебном преследовании, потерявшего связь с реальностью прораба. Марина Африкантова в эфире рассказала, как Андрей ведет себя при общении со своей бабушкой. Чуев очень груб, он постоянно орет на нее, как недорезанная свинья, а та, обедняшка, тихо ждет, когда закончится припадок у ее добродетельного внука. Вот как он, оказывается, безумно любит бабушку и заботится о ней. Ведущая Ольга Бузова в последнее время демонстрирует новые таланты. Не так давно она дебютировала в качестве актрисы в сериале «Бедные люди», а на днях порадовала своих поклонников еще и музыкальным клипом на песню «Если». Она спела дуэтом с другой 19-летней певицей, съемки клипа проходили в парке Горького. Свою новую песню Ольга посвятила мужу, футболисту Дмитрию Тарасову. Саша Гозиас и Костя Иванов расстались из-за того, что недопонимают друг друга. Саша, например, считает, что Костя ее бьет, а Костя, оказывается, просто больно дотрагивается. И подобные ежедневные конфликты изо дня в день отталкивали ребят. Последняя ссора во время романтика на лошадях поставила точку в их отношениях. Николай Должанский выдал сердечные тайны своей бывшей девушке Русланы Мишиной. Оказывается, ей нравится Семен Фролов, и она покинула Сейшелы, чтобы попробовать построить с ним любовь. Но она не нравится Фролову, зато нравится юному Владу Маливанову. Парень выбрал ее на предварительном голосовании. Дашу Пынзарь с новорожденным Давидом Сергеевичем Пынзарем выписали из роддом, «Наш Давид идет в большой мир», – написала Даша. Сергей Пынзарь устроил для них праздник. Дашу с младшим сыном встречали не только друзья и родственники, но и ростовые куклы. Подписчики Даши были удивлены, что знатная модница почему-то не принарядилась на выписки. Она была в шортах. Этот момент вызвал волну комментариев. Многие посчитали, что ей нужно было подобрать себе что-нибудь более подходящее на такую красивую выписку. Даша ответила всем недовольным. «Я думала, что буду выписываться в солнечное утро, а по факту получилось, что в дождливый вечер. Но не могла я еще одну ночь без Темочки. Да и какая разница, главное, что удобно». На выписку Даши из роддома приехали ее бывшие коллеги по Дому-2. Ирина Агибалова, Элина Камерен, Игорь Трегубенко и Элла Суханова. Камерен, глядя на такие искренние эмоции, захотела родить себе мальчика и даже примерила живот. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!